Вместо уютных квартир получили бетонные недостроенные коробки. Вот что покупали жители улицы Катанова 40 и 44, а вот что в результате получили. Эти кадры мы снимали еще год назад. Но на сегодняшний день ситуация не изменилась. В домах нет отопления, канализации, вода имеет неприятный запах, проблемы с электричеством. Но, как говорится, дом сдан в эксплуатацию. Теперь это проблемы жильцов. Поэтому, как в последнюю инстанцию, вынужденные заселенцы так себя не называют, пришли к Игорю Диченко. На сегодняшний день два дома подключены к одной подстанции по электричеству, которой не хватит, чтобы пережить зиму. Она на 160 киловатт, на два дома. 160 киловатт. То есть на доме нет отопления. И при всем при этом на жильцах висят многомиллионные долги за электричество. Нам выставили долг 20 миллионов. Потому что подстанцию, которая там стоит, подключили без договора, без счетчика. Прошло три года. Я так понимаю, они за три года на 102-квартирный дом насчитали по нормативу и выставили счет 20 миллионов. Говорят, либо 20 миллионов официально, либо полтора миллиона дайте нам так, налом, мы от вас отстанем. В 2015-2016 годы стали годами роста в секторе продаж коммерческой недвижимости. Новороссийск стал все больше привлекать россиян из разных уголков страны. Урал, Сибирь, Дальний Восток и даже Москва. За 15 лет население города-героя увеличилось на 65 тысяч человек. Есть спрос, есть и предложение. Только вот не все застройщики, к сожалению, выполняют свои обязательства. С чем и столкнулись обманутые дольщики, покупая квартиры по улице Катаново, 40 и 44. Застройщик всеми правдами и неправдами вынудил людей подписать договора купли-продажи, рассказывают обманутые покупатели. А теперь они сами должны расклебывать все ошибки застройщика, который, кстати сказать, продолжает работать на рынке Новороссийска. По всех местах массовой информации мы предупреждаем людей, как подбирать себе жилье. Что существует у нас управление архитектуры, управление перспективного развития города, которое имеет информацию о легитимном жилье, которое строится в городе Новороссийске. То есть со всеми разрешительными документами, со всеми нормами, которые должны существовать при постройке многоквартирного жилого дома. К сожалению, эти два дома Катаново, 40 и Катаново, 44, они проблемные. Есть такой застройщик у нас Березин, он недопорядочный застройщик в городе. Я это заявляю напрямую, беру на себя полную ответственность, потому что сегодня порядка 200 семей просто страдают. Сегодня мы эти вопросы будем, мы их решаем, мы уже некоторые решили и мы, конечно же, решим. Такая весьма распространенная практика заселения жильцов по упорощенной схеме, в то время как в дом еще не подведены газ, свет, вода и тепло, становится все популярней. Главный принцип покупателей – успеть купить, пока не подорожало, а продавцов быстрее продать, пока не поймали. Ситуация чем-то напоминает недалекое советское прошлое, когда, завидев очередь, люди спешили занять в ней место и только потом спрашивали, а зачем, собственно, и стоим. Подобная психологическая атака на покупателей приносит инвесторам неплохие дивиденды. А попавшись на удочку, народ остается один на один со своими проблемами, как эти несчастные дольщики. Впрочем, вина тут лежит и на них самих, ведь покупали кота в мешке, брали по дешевке шикарные апартаменты, а получают голые бетонные стены. Расширенный прием по личным вопросам был, как всегда, насыщен городскими проблемами. Вопросы поднимались самого разного характера – от межличностных отношений до коммунальных войн. Много земельных споров, вопросов, но в основном идут частные споры между двумя хозяйственными субъектами, будем так говорить. Есть вопросы, которые касаются установки, остановки в новом районе, который строится. Но это уже наша задача, мы эти вопросы. То есть нерешаемых вопросов нет. Сегодня надо отметить, что с повторными вопросами уже меньше начали обращаться люди. Это значит, что власть работает, власть повернулась лицом и исполняет то, что обещали.